Добрый день, уважаемые дамы и господа! На информационной площадке Международного мультимедийного пресс-центра информационного агентства России сегодня мы начинаем онлайн-конференцию, посвященную подготовке шестого оценочного доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата. Два часа назад в штаб-квартире этой Нобелевской организации в Женеве был представлен первый том доклада, который прокомментируют наши гости. Это ученые, участвующие от Российской Федерации в подготовке первой части доклада. С удовольствием представляю наших гостей. У нас в пресс-центре руководители лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии имени Шершова Российской Академии Наук член-корреспондент РАН Сергей Константинович Гулев, а также ведущий научный сотрудник кафедры физики и атмосферы МГУ имени Ломоносова, главный научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук Алексей Викторович Елисеев. И по видеосвязи к нам подключились старший научный сотрудник Института океанологии имени Шершова Российской Академии Наук профессор Альпийского университета Гренобля, Франция Ольга Геннадьевна Золина и директор главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Владимир Михайлович Кацов. Уважаемые гости, мы рады видеть вас в нашем пресс-центре за столом и на экранах. Сергей Гулев, ведущий автокординатор раздела о меняющемся состоянии климатической системы, поэтому я прошу его взять слово первым и рассказать о представленном сегодня докладе первой части, представленном сегодня о отчете первой рабочей группы МГЭИ, которая является первым томом шестого оценочного доклада. Сергей Константинович, я думаю, начать нужно с ключевых выводов. Первая частью доклада. Спасибо большое. Действительно, у нас совместно приготовлена презентация. Действительно, доклад был формально, по крайней мере, утвержден в межправительственном пленарной сессии очень поздно, 6 числа. И сегодня с него снята эмбарго. И, в принципе, он доступен, по крайней мере, так сказать, резюме для полиси-мейкеров или резюме для людей, определяющих политические какие-то действия, но доступно. У нас приготовлена презентация, она не очень длинная, поэтому я для экономии времени, наверное, по ней пройдусь. Вот в таком режиме, что о некоторых слайдах я специально буду говорить достаточно коротко, о других, ну, чуть длиннее, чтобы оставить время коллегам, которые смогли бы прокомментировать те части доклада, которые, так сказать, находятся в сфере их экспертизы, я имею в виду и Алексея, и Ольгу, и Владимира. Ну вот, как вы видите на этом первом слайде, что это шестой оценочный доклад межправительственной группы экспертов по изменениям климата. И он задержался в связи с, на год примерно, чуть больше даже, в связи с вот этой ситуацией с пандемией COVID-19. И действительно, вот его последняя часть, которая самая ответственная, всего предполагалось четыре встречи таких, ну, как называется, встреча ведущих авторов. Вот. Состоялось только три, затем все перешло вот в этот онлайн-режим, и надо отдать должное, так сказать, и менеджменту IPCC, и то, что называется вот Technical Support Unit, и руководителем IPCC Валерии, и Пан Мау, которые огромную работу проделывали в смысле обеспечения вот достаточно эффективного, даже иногда более эффективного, чем встречи такие персональные, подготовки вот на завершающей стадии этого доклада. Это был действительно такой вот тяжелый-тяжелый труд, особенно в течение последнего года, когда были проведены там десятки, если не сказать сотни телеконференций, которые, значит, позволили довести этот доклад и сделать его не хуже никаких скидок на COVID-19 в смысле содержания, в смысле достоверности результатов нет. Ну, давайте мне первый слайд, пожалуйста, если можно, или я сам должен это сделать. Да, ну, какие основные, так сказать, главные результаты вот этого доклада? Ну, первый, вот, важный такой, если раньше, вот, в четвертом и пятом докладах говорилось, что глобальное потепление неоспоримо, или установленный факт, вот, кстати, долго было, долгие были споры о том, вот, если по-английски говорить, как, какой термин употребить, anacvacal или inestablished fact, вот, и установленный факт по-русски, он звучит несколько более, так, что ли, скромно, чем по-английски, inestablished fact, то есть это неоспоримый факт, что мы имеем дело с беспрецедентным по крайней мере за последние две тысячи лет глобальным потеплением, которое ускоряется, и также установленным фактом является, что доминирующим механизмом, доминирующей причиной этого глобального потепления является антропогенное воздействие, и вот на этих картинках вы видите, насколько быстро растет температура за последние, там, 100, 150, 170 лет, то, что называется постиндустриальной эпохой, что она превосходит все значения температуры, которые были наблюдаемы вот за последние две тысячи лет, и вот там вот тоже вы бар видите, такой, на левой картинке, который, так сказать, диапазон изменяющей температуры за последние 100 тысяч лет, и даже он превзойден, но, так сказать, для, так сказать, там есть вот calibrated language, то есть для определения неопределенности, ну, это, так сказать, там упоминается в голове, но не в summary для, так сказать, людей, определяющих политику, и вот на правой картинке вы видите, собственно говоря, изменение температуры за последние 170 лет, и два, так сказать, жгут, ну, вот два диапазона модельных экспериментов, которые один с учетом антропогенных воздействий, всех антропогенных воздействий, и другой без учета антропогенных воздействий, связанных с выбросами климатически активных газов, но включающих там очень многие факторы, вот они там подписаны, и вы видите, что модельные эксперименты не способны возбросить сегодняшний климат, если они не учитывают, так сказать, выбросы климатически активных газов. Переходите к следующему, пожалуйста. А, да, я это сам должен делать правильно. Вот. Ну вот об этом я буду говорить очень кратко, действительно, совершенно такой вот впечатляющий рост климатически активных, концентрации климатически активных газов и для СО2 и для метана, и для Н2О, закиси азота. Он наблюдается вот именно в течение последних там 100-150 лет, и вы видите вот эти загибающиеся, резко возрастающие, так сказать, концентрации в последние годы прошлого века, просто здесь технически это так сделано, что там же невозможно, когда вы показываете многовековую историю, показать последние 100 лет, вот они там показаны на правой картинке, где тоже для, ну в другом просто масштабе эти газы достаточно сильно растут, и, безусловно, вот их рост, что, ну об этом Алексей более подробно скажет, на правой нижней там картинке показано, что именно их рост отвечает за глобальное потепление, а не, так сказать, вот часто обсуждаемые такие вещи, которые даже с трудом там различаются, как, так сказать, солнечная активность там, ну и какие-то другие вещи, связанные, например, с внутренней изменчивостью климатической системы, которая, ну, не пренебрежимо мала, как солнечная активность, но, тем не менее, значительно меньше. Далее я вот хотел сказать о том, что важнейшим таким вот, полностью описан количественно впервые в этом докладе весь механизм, собственно говоря, вот этих глобальных изменений, что за счет увеличения концентрации климатически активных газов у нас на верхней границе атмосферы образуется дисбаланс, который, ну, так приблизительно для медиа достаточно в районе одного вата на метр квадратный за счет того, что у нас не уходит, ну, уходит, скажем, так сказать, не выполняется баланс, не уходит столько же, сколько приходит с кратковолновой радиации возле волновой не уходит. И это способствует нагреванию, так сказать, это очень небольшая величина, но она способствует нагреванию земной климатической системы. И это нагревание в значительной степени связано с океаном. Вот такая расхожая фраза появилась, что global warming is the ocean warming, что глобальное потепление – это потепление океана. И 92, по разным оценкам, 92-93% всего вот этого избыточного тепла, оно поглощается океаном. И в силу инерционности океана, это очень важно, океан, даже когда у нас атмосфера в силу, ну, так сказать, и собственной изменчивости, могут быть какие-то колебания, какие-то замедления, как иногда говорят, глобальное потепление, теплосодержание океана все равно продолжает увеличиваться, ну и потом океан там это тепло возвращает на каких-то других там масштабах десятилетий. Вот, теперь, значит, концентрация климатически активных газов у нас рассматривается в рамках сценариев, сценариев такого вот экономического развития, которые связаны с тем или иным уровнем выбросов, тем или иным уровнем концентрации, которые, ну, выбросов и концентрации, здесь выбросы как раз показаны, которые соответствуют различным, ну, таким проекциям или моделям развития экономики. Вот вы видите, что в этом отчете рассматривалось несколько сценариев, тоже, я думаю, Алексей потом более подробно скажет, от резкого, немедленного начала, вот немедленного сокращения этих выбросов и до, ну, допустим, стабилизации этих выбросов и вот до, там, роста этих выбросов, ну, даже есть вот такой сценарий, как бизнес изъезживал, что давайте продолжать жить так, как мы обычно живем, так, как мы сегодня живем или вчера даже жили. Вот, и вот здесь вот интересная картинка справа, от которой тоже Алексей расскажет, о том, как ослабевает, в зависимости от этих сценариев, от агрессивности этих сценариев, как ослабевает возможность поглощения климатически активных газов земными системами. Но еще, значит, прогнозы климата, прогнозы климата, как вы знаете, делаются с помощью моделей. И шестой оценочный доклад характеризовался довольно значительным увеличением, улучшением характеристик климатических моделей. Во-первых, их стало больше, их стало порядка сотни, у них улучшилось разрешение, улучшилась физика этих моделей. Но, тем не менее, разброс решений этих моделей остается достаточно большим, но не столь большим, чтобы нельзя было делать, так сказать, статистически обоснованное заключение, исходя из их прогнозов. Но вот Владимир более подробно скажет. И, конечно, есть еще большая перспектива для улучшения этих моделей, и в первую очередь в области разрешения, и в первую очередь разрешения моделей океана, потому что они по-прежнему у нас остаются, блоки, связанные с общей циркуляцией океана, остаются не вихрь разрешающими, то есть фактически, так сказать, или полувихрь разрешающими, потому что есть такое по-английски выражение «эдипермитинг», «эдиризолвинг» на русский как-то не очень переводится, но вот «эдипермитинг» к «эдиризолвинг» до сих пор не совершен в МПСС. Но, тем не менее, прогностические оценки показывают, что в среднем все ключевые компоненты земно-климатической системы будут затронуты климатическими изменениями. Это в зависимости, опять же, от сценариев, потому что прогнозы нельзя рассматривать вне зависимости от сценариев. Поэтому, когда говорят, что вот IPCC предсказывает, что температура повысится настолько-то, вот я даже цифры сейчас не буду называть, они там хорошо видны, всегда надо говорить, что IPCC предсказывает, что температура повысится настолько-то при таком-то и таком-то сценарии выбросов климатически активных газов. Ну, также и лед может там понизиться, и там океан. Ну, вот о чем говорят эти картинки, что температура действительно повысится, вот об этом дальше там будем говорить, достаточно сильно, и в зависимости от сценариев это может достигнуть там и четырех, и нескольких градусов. Что июльские, сентябрьские значения покрытия льда могут привести к тому, что уже к середине века у нас Арктика при определенных сценариях, опять же, будет свободной ото льда. Ну, вот Владимир может об этом поподробнее сказать, что у нас идет уменьшение паэш-океана и его закисление, вот, осидификация, так называемая, если это по-английски, осидификация. Вот, и это вот основные такие очень серьезные сдвиги в земной климатической системе, с которыми не считаться нельзя. Вот IPCC, шестой оценочный доклад, об этом очень четко и очень, так сказать, обоснованно сказал. Теперь вот изменения, которые наблюдаются, вот здесь они показаны для температуры и для осадков, на, ну, в зависимости от того, так сказать, тут нет времени в этой картинке. Вот что важно понимать, что часто говорят, что там температура, температура, там, вы говорите, что температура меняется на градус, а вот здесь она меняется, там, на 3 градуса изменилась, даже наблюдаемая температура, или, там, осадки изменились настолько-то. А вот здесь вот она изменилась совсем немножко, или, там, почти не изменилась. Естественно, средняя глобальная температура, изменяющаяся на 1, там, на 2, на 3, на 5 градусов, она имеет, ну, свое пространственное распределение, вот это изменение. И вот эти изменения здесь нарисованы, вы видите, там, для оценок, я просто вот отсюда плохо вижу, если честно сказать, по-моему, в 1,5-2,4 градуса. Как будет изменяться температура при среднем росте в 1,5-2,4 градуса? Ну, вот, в целом, по географии Земли, и вы видите, что главная вещь связана с тем, что у нас изменения наиболее сильные происходят в высоких субполярных и полярных широтах, и особенно северного полушария, и что осадки тоже, если не считать вот этого экваториального полюса, ну, где пояс осадков, где основная масса осадков, собственно, выливается, то у нас будут уменьшаться осадки, особенно над океанами в сутропических районах, таких относительно засушенных районах, и усиливаться осадки в среднеширотных и северных районах. Что важно, вот еще о чем очень важно сказать, что, конечно, то есть, изменение средней температуры, там на градус, там, на 1,1, 1,089, по-моему, десятых градуса, вот, оно очень важно, и, ну, вот человеку это всегда сложно ощутить, даже если он посмотрит на предыдущие карты и скажет, а вот здесь вот изменяется там на столько-то, а вот здесь вот изменяется на столько-то, но это вот немножко неощутимая величина, но это свидетельствует не только о нагревании климатической системы, но и о степени, так сказать, выведения климатической системы из вот этого состояния равновесия, отклонения ее от состояния равновесия, и вот это приводит к такому вещи, как изменение экстремальных событий, изменение их чистоты и интенсивности, но, наверное, Ольга об этом будет говорить, и это, так сказать, не то, что невидимое, но это вторая и важная, может быть, даже более важная, более ощущаемое население, более ощущаемая инфраструктура нашей, нашими жителями Земли, так сказать, проявление вот этих глобальных изменений, и это то, что мы уже сейчас, вообще говоря, наблюдаем, и то, что будет расти и по интенсивности, и по частоте в будущем, вот об этом я на этом закончу, чтобы об этом долго не говорить, потому что есть люди, которые об этом более профессионально могут сказать, ну и вот важным таким, так сказать, результатом, расчетами, которые никогда раньше не делались, кстати, в рамках IPCC, хотя их не так сложно было сделать, что будет происходить, так сказать, вот с некоторыми, с температурой, с глобальной температурой при том или ином сценарии, когда мы достигнем тех или иных уровней роста глобальной температуры, а, соответственно, и, так сказать, развития вот тех критических компонентов климатической системы, о которых я говорил ранее, ну, например, полтора градуса, вы знаете, что было специальное отчет IPCC о полутора градусах, два градуса, тоже такая критическая цифра, ну и так далее, и так далее. И вот вы видите, здесь нету времени, вот нижняя ось – это не время, это выбросы климатически активных газов, разными цветами здесь показаны сценарии от момента, где мы с вами живем, от 2020 года, и эти сценарии, собственно говоря, останавливаются на соответствующем уровне выбросов, а соответствующие уровни выбросов, они по вертикальности связываются с температурами, ну, вот, ну, не то чтобы очень несложная, непростая связь, она простая просто, чуть-чуть более сложная, чем на всех остальных слайдах, и все это нарисовано до 2050 года. Ну, и вот совершенно очевидно, что вот это, так сказать, целевое значение полтора градуса будет обязательно пересечено, ну, при разных сценариях, так сказать, в 2030, допустим, году, может быть, даже чуть раньше, но и уж точно будет пересечено в 2050 году, то есть вот эта, как бы, такая целевая температура, в том числе и к Парижскому соглашению, имеющая отношение, она, конечно, будет превзойдена, и есть некоторая вероятность того, чтобы ее не превзойти, и вот, так сказать, чтобы эту вероятность увеличить, так сказать, возможность сделать ее, так сказать, ощутимой, ну, конечно, так сказать, надо соответствовать вот наиболее таким сценариям, которые ограничивают эти выбросы, и которые предполагают их немедленное и быстрое снижение. Ну, и вот, наверное, на этом все, да. Ну, вот это, собственно говоря, такие, далеко не все, но такие наиболее простым языком выраженные, ну, не заключение, а, говорят, хайлайты, или вот, так сказать, содержательное заявление шестого оценочного доклада, связи, действующее о том, что если вот не произойдет быстрого сокращения выбросов парниковых газов, то вот то, о чем я сказал, так сказать, ограничение потепления до полутора градусов крайне затруднительно, ну, вот, что выбросы парниковых газов в результате деятельности человека являются причиной потепления примерно вот на эту величину сегодня, 1,1,1 градуса, ну, с некоторым диапазоном неопределенности, который там от 0,8 до, по-моему, 1,2, вот, что, значит, при глобальном потеплении в полтора градуса будет существенно увеличиваться частота и интенсивность экстремальных событий, в первую очередь волны, жары, засух и экстремальных осадков, и что эти события, экстремальные события, их частота и интенсивность будут очень сильно возрастать при, например, 2 градусах и еще более сильно при, там, других каких-то цифрах потепления, которые мы можем достигнуть, если мы будем жить при каких-то агрессивных сценариях. Ну, и такой общий стейтмент, что человек действительно может еще, все еще, вот мы такое заключение сделали, что-то сделать для изменения вот этих трендов в климатических изменениях, если, собственно говоря, займется серьезным, резким, немедленным, главное вот немедленным и достаточно быстрым уменьшением выбросов. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать в обзорной такой части. Я думаю, что, наверное, мои коллеги сейчас тоже вот кратко как-то могут еще что-то сказать. Я готов, так сказать, показывать снова вот эти слайды, ну, а потом, наверное, вопросы. Алексей, пожалуйста. Спасибо. Если можно, я пилот возьму и пролистаю немного назад. Сергей Константинович уже сказал, что установленным фактом является доминирующее, извините, я пролистал, доминирующее влияние деятельности человека, проявляющегося прежде всего в эмиссиях парниковых газов в атмосферное изменение климата. И именно это явилось причиной того, что в последние несколько циклов отчетов МГИК специально входит глава, посвященная углеродному и другим биодиохимическим циклам. И, в частности, в рамках этого отчета показано, что, во-первых, концентрация основных парниковых газов, для которых характерны значительно антроподенный выброс, это СО2, это метан, это закиси азота, Н2О. Во-первых, характерна концентрация на протяжении последних десятилетий вообще беспрецедентная для последних двух миллионов лет. Концентрация СО2 относительно доиндустриального периода возросла примерно в полтора раза, концентрация метана где-то в раз в два с половиной, и концентрация закиси азота примерно на четверть. Основной, конечно, радиационный эффект обусловлен СО2, и поэтому углеродный цикл – это основная цель изучения отчета МГИК. И тут важно понимать, что, если современные антроподенные эмиссии СО2 – порядка 11 миллиардов тонн элементарного углерода в год, то около половины этой величины накапливается в атмосфере. Я вот сейчас покажу вот этот слайд еще раз. Это вот на правых картинках, в круговых диаграммах, в верхней серой части. Примерно половина накапливается в атмосфере, и оставшаяся половина примерно в равных долях поглощается океаном и наземными экосистемами. Это вот нижние закрашенные части. В принципе, все эти резервуары, они будут функционировать, судя по всему, по крайней мере, и на протяжении будущего периода, но с изменяющейся эффективностью, потому что существенная температурная зависимость разложения органики почвы приведет к тому, что увеличатся естественные эмиссии СО2 из наземных экосистем в атмосферу. И вот мы видим, что если вот этот сценарий такого лазоревого цвета, предполагающий существенное ограничение эмиссии уже практически в ближайшие годы, естественными экосистемами океанов поглощается порядка 70%, то в других сценариях, вот они как раз выстроены по увеличению антропогенных эмиссий СО2, эта доля постепенно уменьшается, и при сценарии, который, кстати говоря, называется «business as usual», то есть продолжение современных тенденций, составляет всего-навсего 38%. Особенностью отчета является то, что впервые оценены так называемые допустимые эмиссии, допустимые в смысле не превышения потеплением, как каких-то пороговых значений. И для примера скажу, что, например, для уровня потепления в полтора градуса допустимые эмиссии – это порядка 140 миллиардов тонн элементарного углерода, это где-то около четверти того, что мы уже сожгли, то есть на самом деле мы уже находимся в этом смысле в конце пути, и для порогов 2 градуса – это порядка 370 миллиардов тонн элементарного углерода, то это где-то примерно половина уже имеющихся выбросов. То есть тот вывод, который Сергей, кстати, озвучил, что люди еще способны изменить траекторию климатической системы, он справедлив, но надо понимать, что времени уже остается, в общем-то, не так-то уж и много. И еще одной важной особенностью отчета является то, что в нем рассмотрены так называемые критические точки. Иногда еще называются точками перелома, есть не совсем удачное название точки невозврата, по анализуя это использует термин «tipping points». Это точки, при прохождении системы, которых система меняется, ее поведение меняется принципиальным образом, вне активируются процессы, которые до этого не активировались. Вот самое известное из них, пожалуй, это возможное ослабление меридиональной циркуляции океана. Но в частности, такие точки могут быть и для углеродного цикла, для наземных экосистем, они, правда, являются в целом не глобальными, но, тем не менее, некоторое усиление уже идущего потепления возможно. Более того, возможны каскады вот этих критических точек, когда переход за пороговое значение для одной точки увеличит потепление, которое, в свою очередь, обеспечит переход для следующей критической точки. Действительно, возможно, вот такой вот эффект домино. Спасибо за внимание. Я думаю, что остальное лучше продолжить в виде вопросов. Большое спасибо. Теперь позвольте мне предоставить слово Ольге Геннадьевне Золиной, которая также, как и Алексей Викторович Елисеев, является ведущим автором представленного сегодня доклада. Ольга Геннадьевна, прошу вас рассказать о своей части работы, которая, как я понимаю, была связана с гидрологическим циклом. Пожалуйста. Да, большое спасибо. Ольга, можете попросить слайд, если хотите. Да не обязательно, но можете слайд про экстрим поставить. Да, я участвовала в главе, посвященной изменениям водного цикла. Это новая глава ОПСС, и вообще эта ОПСС имеет совершенно новую структуру по сравнению со всеми предыдущими акцентами. И один из самых важных, на мой взгляд, вывод данного отчета связан именно с изменениями экстремальных событий. Потому что, как уже сказал Сергей Константинович, изменение глобальной температуры – это не нова. Мы слышали уже об этом. То, что человек ответственен за это, это очень важно. Но это как-то очень в общем. Некая глобальная температура – 1,0-0,9 градуса. А здесь экстремальные события. Как то волны жары, засухи и экстремальные осадки. Это касается каждого из нас. И пример этого продемонстрировала нам наша природа в этом году, с экстремальными осадками в Германии и Бельгии, в Китае, с волнами жары в США, Канаде и с более чем 30-градусной жарой в европейской части России. Вот это то, что происходит, что будет происходить в дальнейшем и будет усиливаться по повторяемости и интенсивности. И в этом виноват человек. Это тоже один из выводов, что именно антропогенный фактор способствовал усилению интенсивности и повторяемости экстремальных событий. Кроме того, помимо всего этого, будет увеличиваться и повторяемость так называемых «компоент-эвэнс». Это ситуации, когда несколько разных видов экстремальных событий происходят в одной и той же точке. Например, наблюдается волна жары, в это же время наблюдается метеорологическая засуха, то есть отсутствие осадков, и очень сильный вид. Как результат, мы имеем пожары. Например, Турция, Греция, вот прямо совсем недавно. И это тоже будет усиливаться с увеличением потепления. Кроме того, очень важным выводом является наблюдающаяся и продолжающаяся в будущем интенсификация водного цикла. Это значит, что внутри сезонная и внутри годовая изменчивость осадков будет больше. Это опять же к вопросу об экстремальных осадках. И вот Сергей Константинович показывал этот слайд о общих изменениях осадков. Вообще такое понятие, как средние и глобальные осадки, это очень сложное для понимания понятие, потому что средняя и глобальная температура, это понятно, температура существует везде и всегда. Осадки же точечные, и они не существуют постоянно в одном и том же месте. Но, тем не менее, такие характеристики можно рассчитать. И мы имеем усиление осадков в основном над сушей. В настоящее время это примерно 2-3% на 1 градус закрепления. Это оценивается вот так. И по сценарию самому хорошему, который первый сценарий, ССП-1, 1,9, который называется 1,9, мы можем ожидать 2,4% в период с 2081 по 2100 год. И по самому плохому сценарию у нас может быть 8,3% увеличение количества осадков, причем это будет происходить в основном над сушей. Кроме того, я хочу сказать несколько слов о последнем пункте, о том, что мы что-то можем делать для климата сейчас. Мы действительно можем, и это крайне важно. Потому что здесь необходимо сказать, что мы дошли уже до того предела, что часть изменений, которые происходят, они уже и реверсабл, что называется по-английски, то есть невозвратны. И это связано с так называемыми медленными компонентами климатической системы, в первую очередь океана. То есть закисление океана, поднятие уровня, моря, поднятие уровня воды в океане. И увеличение температуры, а также таяние ледниковых щитов, это процессы на, скажем, восстановление или какое-то изменение тенденций, которые сейчас с ними происходят, нужны тысячи лет. То есть это уже в настоящее время практически неостановимые процессы. Процессы же, происходящие в высоких широтах, связанные с таянием вечной мерзлоты, с уменьшением площади арктического льда, с ледниками, которые находятся на континентах, это процессы масштабов сотен лет. И если мы немедленно не начнем сокращать выбросы, то скорость роста изменений будет также расти. И уже оценка 1,5, вот такая психологическая оценка температуры, она с 50% вероятностью может быть достигнута уже к 30-му году. А это меньше, чем 10 лет от настоящего времени. И этого надо избежать. И, конечно, сокращение выбросов – это крайне важное дело. Здесь я, пожалуй, передам слово Ларине Михайловичу, а остальное, наверное, в виде вопроса. Спасибо. Спасибо большое. Владимир Котцов является редактором, рецензентом, главой о будущем климатической системы. Это вопрос, который особенно интересен многим. Владимир Михайлович, что в докладе говорится о будущем? Спасибо. Ну, по большей части, мои коллеги уже сказали о будущем. И я хотел бы немножко, может быть, некие акценты поставить в части новизны. Вот функция редактора и рецензента, она несколько отличается, то есть она существенно отличается от функции автора. И вот все коллеги, которые мы здесь собрались, они писали этот доклад, а я занимался несколько другим делом. Как вы знаете, огромное количество замечаний приходит на протяжении подготовки доклада на разных этапах подготовки. И речь идет о десятках тысяч. Я не помню сейчас точно это число, но там в пресс-элизе, по-моему, есть эта цифра, это число, точнее. И на самом деле очень важной задачей является и то, чтобы группа авторов, или точнее каждая глава, каждая, так сказать, группа, занимающаяся той или иной главой в докладе, она надлежащим образом отреагировала на все поступившие замечания, комментарии, предложения и так далее. Есть огромное количество людей, которые принимают фактически участие, влияют на этот доклад, присылают свои замечания, пожелания, предложения, с которыми мы не обязаны, конечно, соглашаться всегда, но каждому из них всегда уделяется определенное внимание. И, соответственно, мы с группой авторов встретились уже впервые тогда, когда уже какой-то первый вариант доклада был написан. С этого момента начинают работать ресензенты-редакторы. И вот я тогда своих замечательных коллег в этой четвертой главе о будущем климата, я их спросил, есть ли у нас какие-то хорошие новости для человечества? Имею в виду, конечно, то, что, может быть, мы обнаружили что-то, в чем мы заблуждались, может быть, мы какую-то тему перегрели в каких-то предыдущих докладах и так далее, нет ли у нас, например, какого-то отступления назад, чтобы мы могли бы сказать, все-все, мы немножко там погорячились, сейчас вот новые данные говорят о том, что не все так страшно. Ну и вот коллеги мои уверенно сказали мне, да и сам я, в общем-то говоря, считаю этот вопрос литерическим, поскольку я более-менее в теме, как вы понимаете, у нас нету хороших новостей, хороших новостей с точки зрения ожидаемых изменений климата. Может быть, единственная еще пока хорошая новость, которая осталась, это то, что вот и Сергей Константинович, и Алексей Викторович, и Ольга Геннадьевна в той или иной степени произнесли, что у нас еще все-таки есть какое-то небольшое время на то, чтобы смягчить то воздействие, которое мы оказываем на климатическую систему. Я не буду эту тему повторять. Я хочу сказать, что на протяжении вот этих, скольки там уже, с 1988 года существует IPCC, на протяжении этого времени на самом деле поступательно усиливалась наша уверенность в том, что это действительно реально глобальный вызов. Я просто сейчас очень быстро вам прочитаю некие короткие выдержки из докладов разных лет. Вот первый доклад 1990 года, то, что касается температуры, вот это только один из аспектов, это не про будущее климата, это просто про то, как вы видите, как мы, значит, как бы сказать, становились все более-более уверены в наших выводах. Так вот, по данным наблюдений, обнаружено недвусмысленное, значимое влияние роста парникового газа в атмосфере. Пять лет спустя, второй оценочный доклад. Совокупные свидетельства за и против указывают на заметное влияние человека на глобальный климат. Еще пять лет спустя, третий оценочный доклад. С этого доклада я стал принимать участие, как ведущий автор в деятельности IPCC. Большая часть наблюдаемого потепления за последние 50 лет, вероятно, вызвана ростом концентрации в СО2 в атмосфере. Заметьте, какие аккуратные формулировки, да, осторожные даже. 2007 год, четвертый оценочный доклад. Большая часть наблюдаемого роста глобальной температуры с середины 20-го столетия с большой вероятностью связана с наблюдаемым ростом концентрации антропогенных парниковых газов в атмосфере. Ну и, наконец, последний, предшествующий нынешнему доклад. В 2013 году первая рабочая группа, значит, его подготовила, представила. Потепление климатической системы является неоспоримым фактом. Влияние человека на климатическую систему очевидно, а современные антропогенные выбросы парниковых газов являются самыми большими в истории. Это уже подхватило некий обобщающий, так сказать, синтез всех трех рабочих групп уже в 2014 году. И вот сейчас, так сказать, мы, конечно, как вот Сергей Константинович сказал, подыскиваем еще более, так сказать, сильные слова для того, чтобы отразить нашу еще возросшую уверенность в этом. Наука за истекшие годы, после вот этого 2013 года, она, конечно, сделала крупные шаги вперед, и это было уже тоже сказано коллегами. Я не буду повторяться и в части, значит, данных наблюдений, и в части мониторинга климатической системы, и в части моделирования, понимания процессов, которые происходят, особенно в части того, что называется обнаружение и установление причины, detection attribution, это очень важная составляющая часть климатической науки, которая нам как раз позволяет говорить о том, что именно связано с влиянием человека. Ну и, наконец, собственно, оценки будущих изменений климата или сценарные прогнозы. Сергей Константинович их показывал, я не буду ничего тоже повторять. В этом смысле особенных новостей у нас нет. У нас есть возросшая уверенность, и этот доклад, вообще говоря, является, так сказать, очередным таким призывом ко вниманию со стороны лиц, принимающих политические решения. Резюме, которое вот сейчас мы представляем, оно им и адресовано. Оно написано относительно таким понятным, более-менее человеческим языком, хотя, конечно, без сложности там не обходится. И оно говорит ровно то, что вот сейчас и в презентации было сказано, и мои коллеги подхватили. Вот так я отвечу на ваш вопрос. Спасибо большое. Я предлагаю перейти к вопросам, полученным от представителей СМИ и интернет-пользователей. Их было много, они частично дублировались, пересекались. Мы их сгруппировали по темам, обобщили, и я их озвучиваю. Вопросы продолжают присылать, мне их пересылают. Мы их тоже будем использовать в нашей сегодняшней беседе. Часть тем вы затронули в ваших выступлениях, но, тем не менее, есть аспекты и детали, которые стоит обсудить. Первый вопрос я задам Сергею Константиновичу. В начале ноября в Глазго состоится 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Будет ли там обсуждаться презентованный доклад? Пожалуйста. Ну, да, я, может быть, потом Владимир дополнит. Я знаю, что такая конференция состоится. Я знаю, что сейчас, так сказать, там российская дивигация формируется, как-то ей там техническое задание пишется. Это не совсем, так сказать, напрямую вещь, связанная с оценочным докладом. Главным таким требованием или как девизом IPCC является быть, как сказать лучше, policy relevant, not policy prescriptive. То есть не предписывать политические действия, поставлять информацию и научные доказательства, которые, так сказать, важны для политиков, но не предписывают никаких действий. Насколько я знаю, в Глазго будут обсуждаться все-таки более такие регулятивные меры и, так сказать, степень того, насколько их можно будет, так сказать, применять к странам, как страны будут это воспринимать. То есть, по идее, должна уточняться, причем с цифрами уточняться, шестая, так сказать, глава Парижского соглашения. И это, безусловно, в значительной степени обсуждение в Глазго будет опираться на этот доклад, вот на доклад о физических основах науки о климате. Но, безусловно, вот я думаю, что вот этот рубикон в полисе prescriptive там естественным образом должен быть перейден, потому что там будут собираться, в общем-то, в меньшей степени климатологи, а именно в большей степени люди, которые действительно, так сказать, рекомендуют своим правительствам, какие решения принимать. Я думаю, Владимир, он с Аркиком очень тесно работает, может быть, он дополнит что-то. Володя, можешь? Владимир Михайлович, пожалуйста. Да, да, спасибо. Я пару слов скажу. Действительно, непосредственно сам доклад, он, конечно, не будет обсуждаться на Аркике, я думаю. Я, как обычно, эти доклады служат основой для переговоров всевозможных и очень тяжелых, и многосторонних переговоров, и они предоставляют некую, так сказать, информационную базу, которая позволяет уже, так сказать, ну, значит, приходить к каким-то там политическим решениям, которые как раз и есть, видимо, функции вот этих самых конференций сторон, 26-я из которых вот будет у нас в ноябре. В то же время я хочу сказать, что то знание, которое, значит, научное знание, которое было представлено и в этом вот первом томе доклада МГИК, напомню, что там еще будут тома, которые связаны с адаптацией, со смягчением воздействия, значит, антропогенов на климатическую систему, это отдельная, вторая-третья рабочая группа этим занимается, и эти доклады, я так понимаю, что будут у нас опубликованы, видимо, в следующем году. Точно не помню сейчас, когда там по графику, ну, неважно. Но у нас есть сейчас некоторые, так сказать, основания для того, чтобы напрямую обращаться к лицам, принимающим решения. И, в частности, вот Великобритания озаботилась тем, чтобы, значит, подготовить некоторое количество так называемых брифингов. Брифингов, которые должны в доступной короткой форме, значит, участников этих переговоров проинформировать о том, что сейчас необходимо. Так вот, в части, которую мы сегодня обсуждаем, в части фундаментальной науки есть целый ряд вопросов, которые, так сказать, требуют дальнейших усилий. Не надо считать, что климатическая наука, так сказать, она уже все сказала, что могла, так сказать, теперь время только пришло, значит, политиков принимать какие-то решения и так далее. Это глубокое заблуждение, так считать. У нас есть много по-прежнему открытых вопросов и крайне практически важных вопросов. И для того, чтобы получать ответы на эти вопросы, при каких-то практических действиях в отношении, там, климатические проблемы, климатического вызова, например, в части адаптации к изменениям климата, конечно, потребуются еще следующие усилия нашего научного сообщества, то, которое, так сказать, позиционируется как первая рабочая группа. Ну, в частности, я имею в виду дальнейшее развитие климатических моделей. Сергей Константинович упомянул, что они, конечно, здорово продвинулись в части, там, и разрешения, и физического наполнения своего, и не только физического наполнения, вот те вещи, о которых Алексей Дитович там рассказывал, что Ольга Геннадьевна, так сказать, это тоже все обогатило очень вот эту самую модельную деятельность. Но нам нужно сейчас нечто намного большее. Нам нужны модели существенно большего разрешения, чем те, которые мы пользовались до настоящего времени. С тем, чтобы мы могли именно с цифрами в руках, с количественными оценками и так далее, давать некие конкретные, так сказать, ну, советы, что ли, или давать некую основу для принятия политических решений в части, там, адаптации, смягчения климата и так далее. Потому что, конечно, нам еще есть, что изучать, и очень много чего изучать в этой сложнейшей системе, системе, которая является климатической системой. Ну, опять немножко я, так сказать, многословно это изложил, но вот как-то так я это вижу. Спасибо. Следующий вопрос, тоже как раз в нем фигуруют модели. Насколько эффективны, Владимир Михайлович, я предлагаю вам, если вы не против, начать отвечать на него, насколько эффективны компьютерные модели, применяемые межправительственной группой экспертов, могли ли они предсказать экстремальные погодные явления этого лета, экстремальную жару в США и Канаде, наводнение в Европе, о которых уже сегодня говорилось. Пожалуйста. Ну, вот здесь крайне важно, и мы это многократно повторяем, и в разных местах, и еще раз повторим сейчас неустанно, что надо различать климат и погоду. Когда речь идет о предсказании погоды в конкретный, так сказать, год, да, с благовременством, допустим, там, я не знаю, там, несколько месяцев и так далее, так сказать, это прогноз погоды. Когда мы говорим о климате, мы говорим о статистике этой погоды, и действительно, эту статистику этой погоды мы можем предсказывать достаточно хорошо, и слово «достаточно» может быть не очень уместно здесь, но просто «хорошо», скажем, да. И это продемонстрировано в том числе и в этом самом докладе. Когда речь идет о ретроспективных прогнозах, насколько модели хорошо воспроизводят, например, то, что мы уже наблюдали в прошлом, да, вот мы сравниваем с данными наблюдений, и убеждаемся в том, что действительно в моделях делают очень хорошую работу по воспроизведению этого самого климата. Но когда мы говорим о конкретной погоде, когда мы говорим о 2021 годе, в отличие от 2022 года, и, значит, пытаемся, конечно, там как-то, так сказать, предсказать какую-то конкретную засуху в определенный период, в определенном месте и так далее, то это вообще говоря, конечно, это, мягко говоря, крайне сложно, если возможно вообще. У погоды есть теоретический предел предсказуемости, так называемая предсказуемость первого рода. Это связь с начальными условиями, от которых мы пляшем, когда даем этот самый прогноз. У нас очень хорошо об этом знают в гидромедцентрах, в том числе и в нашем российском гидромедцентре. То есть предсказать конкретно отдельно взятое явление на отдельной территории, я не знаю, за боговременность год или даже полгода и так далее, это занятие такое, мягко говоря, рискованное. Есть такие попытки, они делаются, извлечь какую-то предсказуемость из вот этой термической инерции океана, о которой Сергей Константинович говорил, которая, так сказать, в определенной мере, на определенное время определяет погоду, вот такие вот более долгопериодные вещи, как там Ильдинья, например, позволяют там какие-то прогнозы делать. Но это все крайне, я бы сказал так, вероятностно. Поэтому модели, вообще говоря, очень неплохи, модели делают очень много замечательных вещей, но требовать от модели, чтобы она преодолевала, скажем, теоретический предел предсказуемости и давала прогноз погоды в конкретном месте, в конкретное время с заблаговременностью больше, чем вот этот самый предел предсказуемости погодный, конечно, нельзя. Но то, что модели существенно улучшились за истекшее время, то, что они постоянно улучшаются, и то, что они обещают еще больше улучшения по мере появления доступных вычислительных ресурсов, которые тоже бурно развиваются, позволяют нам увеличивать пространственные разрешения этих моделей, совершенствовать технологии ансамблевого прогнозирования и так далее, это все тоже факт. И это нам позволяет очень важные, в том числе и практические выводы делать относительно того, как нам обращаться с этим вызовом климатическим, с которым мы имеем дело сейчас. Услышали ответ на мой вопрос, то есть мой ответ на ваш вопрос касательно того, предсказали ли климатические модели наводнения в Германии в этом году? Спасибо. Я прошу также продолжить Ольгу Геннадьевну. Спасибо большое. Да, я хотела дополнить. Предсказать такие явления, скажем, с благовременностью год, как сказал правильный совершенно Владимир Михайлович, невозможно, и в этом их опасность, потому что мы не можем знать, скажем, на год вперед, что в таком-то месте, в такое-то время, пусть даже с точностью не до дня, а до месяца, произойдет некое событие. И поэтому мы не можем к нему подготовиться. И в этом еще вот одна такая очень большая опасность, вот именно увеличение этих экстремальных событий, потому что мы можем знать о них за две недели, да, предел предсказуемости, но некоторые, скажем, очень мощные события не позволят просто подготовиться к ним, да, за такое время. А предсказать их за достаточно долговременный период времени просто невозможно. И вот поэтому вот этот вывод об увеличении экстремальности, он очень важен и очень такой опасный и тревожный. Все, спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Как бы вы охарактеризовали изменения, которые происходят с климатом летом этого года? Смерть, наводнение, лесные пожары, ну, о чем мы начали говорить. Почему это происходит? Стоит ли ожидать усугубления природных катаклизмов предстоящей осенью, зимой, а также следующим летом? Кто начнет? Ольга Геннадьевна, вы. Спасибо, да. Как уже был неоднократно здесь озвучено, это происходит в результате изменений климата. И такого сорта события мы будем ввинить все чаще, все интенсивнее, в самых неожиданных местах. Как вы помните, допустим, этим летом приходили сообщения о каких-то непонятных торнадо, откуда-то взявшихся, да, в России, которые не являются совершенно местом типичным, да, для развития таких вот незамасштабных вихрей. Они будут происходить повсеместно, причем в самых неожиданных местах, где такого никогда не ожидалось. Давать прогнозы на эту осень и зиму я не буду, это, соответственно, функция гидрометцентра, это их дело, они вам ответят на это в сто раз лучше. При этом я хочу еще сказать, что такого сорта явления затронут в первую очередь города. Конечно, городские поселения, потому что города и так являются островами тепла, вся городская инфраструктура, в общем-то, не очень подготовлено к таким мощным погодным явлениям. И, да, мы должны морально и, так сказать, физически, да, это относится к адаптации, быть готовыми к таким изменениям нашего климата и, собственно, каждодневной погоды, да, из которой складывается климат. Все. Спасибо. Если можно, я еще дополню. Владимир Михайлович сегодня уже говорил о пределе предсказуемости. Теоретически предел предсказуемости – это порядка двух недель. И прогноз погоды на срок более двух недель, он, в принципе, сколь-нибудь полезным быть не может. Поэтому говорить о том, что будут усугубляться какие-то катаклизмы эту осень, наверное, сейчас преждевременно, о чем совершенно справедливо сказала Оля Денадьевна. Следует, однако, иметь в виду, что по всем расчетам с моделями потепление и климат сопровождаются вероятностью проявления экстремальных событий. Это означает, что эти события могут становиться частыми, более частыми, более интенсивными, возможно, также. При этом нельзя говорить, что они случатся в каком-то конкретном месте, в каком-то конкретном году. Но можно говорить, что если мы возьмем несколько десятилетий, то таких экстремальных событий в климате, который более теплый, будет больше, чем в том климате, который был до индустриального периода. Если позволите, еще полуслова я скажу на эту тему. У нас не должно складываться впечатление, что если бы у нас не было бы изменения климата, то у нас было бы все, так сказать, тихо, гладко, и не было бы никаких экстремальных явлений. Просто те явления, которые раньше случались раз в 100 лет, могут случаться теперь в 10 раз чаще. И быть там, скажем, во сколько-то раз я цифру эту 10 говорю, так, как говорится, это не из доклада цифры. Или, скажем, они могут становиться намного более интенсивными, чем они были раньше. То есть статистика экстремальных явлений ухудшилась, и она будет ухудшаться с высокой вероятностью, как это следует из этих самых оценок, представленных в том числе и в докладе IPCC теперешней. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Следующий вопрос мне переслали, поступил по ходу нашего разговора, от коллеги-журналиста. Насколько я понимаю, в новом докладе больше учтены переломные моменты, такие как разрушение антарктических щитов и другие, и глобальное затемнение, маскирующее по разным исследованиям, до примерно 1 градуса повышения температуры. Учитывая это, можно ли сказать, что мы уже исчерпали углеродный бюджет для 1,5 градусов? Да, действительно, в этом докладе не то, что больше внимания уделено точкам перелома, критическим точкам, вообще впервые в истории докладов МГИК такой вопрос серьезно обсуждался. Во-первых, при этом установлено, что действительно определенные точки перелома в земной системе, возможно, они связаны в том числе с таянием щитов, с таянием вечной мерзлоты, с возможной гибелью амазонских лесов при потеплении. Часть из них может иметь глобальные проявления, опять-таки, это прежде всего изменение меридиональной циркуляции Атлиана, влияние на этот процесс таяния ледниковых щитов в том числе, что же касается следующей части вопроса о глобальном остемлении. Тут, по всей видимости, какая-то путаница, потому что, вообще говоря, эффект гораздо слабее, составляет, в общем-то, от силы несколько десяток градусов. И говорить о том, что мы уже исчерпали углеродный бюджет, нет, преждевременно, а это преждевременно, даже вот в отношении самого жесткого порога полтора градуса потепления относительно доиндустриального периода, согласно оценкам, еще где-то четверть от того, от то, что люди уже выбросили, остается. Но, опять же, блогер прав в том смысле, что времени, вообще говоря, не так-то уж и много. Спасибо. Следующий вопрос от «Московской правды». Каков вклад лесных пожаров в сравнении с промышленностью и скотоводством? Ну, в изменении климата имеется в виду. Вот, опять же, Алексей Иванович. Тут надо понимать, что такое лесные пожары. Лесные пожары – это естественный процесс, который был и в доиндустриальный период, и вообще, даже, когда еще и людей-то на земле не было, все лесные пожары уже были. Просто источником сгорания служили не люди, а молнии. Что касается эмиссий, ну, вот, если брать все современные эмиссии от лесных пожаров, это порядка полутора миллиардов тонн элементарного углерода. это те эмиссии, которые учитывают и те пожары, которые были до антропогенную эпоху. Если мы берем сельское хозяйство, все целиком мировое, то это порядка одного миллиарда тонн элементарного углерода в год, то есть, в общем-то, величины сравнимые, но, опять-таки, повторюсь, что природные пожары – это естественный процесс, и они, в общем-то, и даже необходимы в какой-то мере лесной системе, потому что они обеспечивают образование пустоши для колонизации молодыми растениями, то антропогенные эмиссии – это просто прямое возмущение состояния земной системы. Спасибо. Следующий вопрос Владимиру Михайловичу. «Насколько климатические изменения опасны для России и, в частности, для ее арктической зоны? Каков горизонт времени для решения проблем?» Ну, это вопрос на отдельную пресс-конференцию. Ну, как может быть то, что опасно для всей планеты и не опасно для России? Такого, конечно, быть не может. Конечно, все вещи, о которых здесь сегодня говорилось, ну, может быть, за исключением лесов об Амазонке или там еще какие-нибудь вот такие вот, я не знаю, тропические циклоны пока, это то, что, так сказать, Россию, может быть, не сильно в этом контексте беспокоит. Все остальное во всем многообразии и все эти экстремальные явления и температура и осадки, и всевозможные там наводнения и засухи. И еще специфика особая российская, вот по поводу этих самых вот типинг-пояс тут говорилось, например, еще, так сказать, я не услышал, Алексей Викторович упомянул это или нет по поводу мерзлоты, которая, так сказать, повторю эту цифру тысяч раз две трети территории Российской Федерации, да, что она уходит тоже, она деградирует и это несет, конечно, потенциально колоссальный ущерб, да и фактически тоже для всего, что расположено на этой мерзлоте, да, от живищ людей до инфраструктуры экономической и так далее, и так далее. Арктика, еще два доклада тому назад, уж извините, по-моему, это был четвертый доклад, да, когда Арктика была отнесена к четырем наиболее уязвимым регионам мира, наиболее уязвимым к изменению климата, наряду там с мегадельтами азиатских, африканских рек и малыми островными государствами, да, Арктика, конечно, в трепете сейчас в каком-то пребывает, поскольку, как мы знаем из этого же доклада, это еще раз подтверждено, что Арктика и по факту теплеет существенно быстрее всего на планете, так сказать, вот как, если, например, в докладе все время эти цифры обсуждаются, что там, скажем, суша теплеет быстрее, чем планета в среднем, там, примерно в полтора раза, по-моему, один, четыре, один и семь, если я не ошибаюсь, раз, а Арктика больше, чем в два раза быстрее, да, значит, Арктику ожидают наиболее сильные изменения в этом контексте, Арктика, будучи и индикатор изменения климата со всеми сокращениями там площади льда и так далее, она же является еще и фактором климатических изменений, она участвует в так называемых положительных обратных связях, которые действуют в климатической системе, они более или менее хорошо изучены на сегодняшний день и были уже изучены до этого доклада и через, значит, радиационный бюджет и через термохолинную циркуляцию и так далее, и так далее, то есть это все крайне важно, для России очень много есть опасностей, есть, конечно, так сказать, вот среди этих опасностей есть какие-то новые возможности, которые открываются, когда мы говорим об адаптации, скажем, нашей страны к изменениям климата, мы говорим, что надо эти возможности тоже каким образом учитывать и использовать, но это не от хорошей жизни, конечно, не использовать их было бы, конечно, глупо, раз они появляются, например, северно-морской путь и так далее, но вообще сама тема совокупная, так сказать, изменение климата, потепление климата и так далее, это не наступление благоденствия в нашей, так сказать, вообще говоря, холодной стране, это большое количество рисков и вызовов, которые все придется так или иначе парировать, а что касается времени, то я думаю, там время вышло, значит, для, ну и это, так сказать, это, в общем-то, в известной мере, я считаю, что это позитивно отражается и в политике нашей страны в отношении климата, у нас вот сейчас вот уже реализуется национальный план адаптации, у нас тут обсуждаются другие планы, связанные с климатической повесткой, я не буду комментировать и так далее, то есть какие-то действия уже начали предприниматься, еще раз в этом контексте хочу сказать, что как для мира, так и для нашей страны чрезвычайно важно развитие науки, наука важнейший ресурс нашей адаптации и вообще любых наших правильных действий в отношении, значит, этого самого климатического вызова, я не тяну одеяло сейчас на, так сказать, поскольку мы тут все к этой науке относимся, вот, это не профессиональное такое у меня, какой-то там, знаете, эгоцентризм, но мне совершенно очевидно, как и моим коллегам, я думаю, то, что правильные решения и правильные действия могут приниматься только будучи хорошо, надлежащим образом, так сказать, обоснованы научно, на основе достоверной, серьезной научной информации, и в этом отношении, кстати, тоже притворяются определенные шаги в нашей стране сейчас, вот, но я пока остановлюсь на это, потому что я и так подробно очень отвечаю, или многословно отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Спасибо. Спасибо, но тем не менее, в продолжении есть вопрос, который тоже связан с таянием мерзлоты, и все-таки требует более конкретного ответа, коллеги, журналисты. Насколько реалистичен сценарий, что к 2100 году удастся снизить температуру? Давайте я на него отвечу. Вообще, этот вопрос относится не к компетенции естественных наук. Алексей, кстати, что он правильно сказал, что все оценки будущих изменений, они обусловлены теми сценариями, которые антроподинные воздействия, которые закладываются на систему. И эти сценарии, в свою очередь, строятся, исходя из соображений социоэкономического развития, и вообще к компетенции первой рабочей группы МГИК не относятся. И даже к компетенции естественных наук не относятся. Это скорее вопрос к экономистам и вопросы к политикам в какой-то мере. Спасибо. Да, я могу здесь немножко дополнить, отвечая вопросом на ваш вопрос, а насколько вероятно, что к 2050 году выбросы СО2 приблизятся к 0? Если это вероятно, то тогда согласно вот этому сценарию низких выбросов мы будем иметь, мы можем гарантировать, что температура не превысит порога 2 градуса увеличения температуры и 50% вероятности того, что она будет ниже 1,6 градуса и понизится до 1,5 градуса в конце столетия. Если мы сможем каким-то образом уменьшить до 0 выбросы СО2 к 2050 году, то тогда развитие событий будет таким. И к концу года мы будем опять иметь 1,5. Если позволите, я только хотел бы уточнить, все было прекрасно сказано Ольге Геннадьевне, кроме одного слова насчет мы можем гарантировать. Мы, конечно, не можем гарантировать и тема того, что мы не гарантируем, она идет красной нитью, так сказать, это очень хорошо лексически выражено, я бы сказал, на протяжении всего документа. Мы говорим о... Там есть используется такой откалиброванный язык специальный, который, значит, некими словами описывает некие вероятности, некие градации вероятности. Когда мы даже очень уверены, когда мы говорим о будущем, мы не можем чего-либо гарантировать. Ну, простейшими примерами являются какие-то вещи, которые не учитываются в наших оценках. Ну, например, маловероятные, но высокоимпактные вещи, они, кстати, оговариваются в этом докладе, о них достаточно там сказано отчетливо. Ну, например, какие-то там, я не знаю, массовые, непредсказуемые извержения там вулканов во всей планете, которые создадут некую, так сказать, защиту от солнечной радиации, приходящей там и так далее, которые могут серьезные коррективы внести в то, что мы оцениваем. Есть, с другой стороны, некие недоучтенные естественные, значит, факторы, например, углерод, который поступает из деградирующей многолетней мерзлоты в атмосферу. Вообще, вот эта вот биогеохимическая составляющая, Алексей Викторович меня поправит, если я ошибаюсь здесь, значит, она тоже, значит, может обернуться некоторыми сюрпризами для нас в смысле того, что будет с температурой. Но если со всеми этими оговорками, значит, вот, и какими-то еще, может быть, другими, которые в докладе сделаны, если все же принять, что не ожидается вот таких маловероятных, но высокоимпактных, значит, каких-то воздействий на климатическую систему, то да, с этого момента вот то, что Ольга Динайна говорила, сейчас, так сказать, я с этим тоже могу согласиться. Спасибо. Еще вопрос поступил, который касается торговли квотами на выбросы парниковых газов. Есть смысл отвечать? Он вряд ли относится к докладу и к ученым. Ну, а как он звучит? Ну, звучит он еще на одну пресс-конференцию. Расскажите, пожалуйста, как работает торговля квотами на выбросы парниковых газов, куда уходит прибыль от их продажи, потому что коллега, который задает вопрос, постоянно упирается именно вот в эти аспекты, когда общается с климатическими скептиками. Ну, я, честно сказать, я не знаю, может быть, Алексей более готов ответить на этот вопрос. Там кое-что я знаю. Понимаете, так сказать, вот эта экономика, которая, ну, на самом деле, сейчас в самом таком зачаточном состоянии находится, хотя она существует, и в торговле квотами, и в торговле, там, то, что называется, там, углеродными кредитами, она, это предмет, вообще говоря, договоренности между странами и компаниями, в том числе, которые, ну, допустим, осуществляют, там, некоторые климатические проекты, вот, очень какое-то мне не нравится, на самом деле, это слово, оно так в российском политико-научном языке прижилось, вот климатический проект, мне как вот ученым, как-то неприятно его слышать, но вроде как этот термин утвердился, это по климатическим проектам в этом контексте называется то, что если вы начинаете какую-то деятельность, связанную с поглощением климатически активных газов, там, СО2 в первую очередь, другие во вторую очередь, то есть вот придумываете какую-то деятельность, ну, например, захораниваете этот углерод, или, там, начинаете какую-то сисхозяйственную деятельность, земли, которые ранее были эмитентами, ну, допустим, превращаете их в активные поглотители, там, ну, или прибрежные какие-то области, там, допустим, марокультуру какую-то развиваете, это реальная деятельность, она действительно существует, и, так сказать, перспективы ее огромные, и наши, вот, национальные, там, компании, и сельскохозяйственные, промышленные, и которые, ну, которые являются крупными эмитентами, они, конечно, с такой вот перспективой смотрят на, вот, так сказать, осуществление такой деятельности, и, ну, есть, конечно, и торговля квотами прямая, это такой более простой бренд, давно существует достаточно, не очень большой рынок, а вот, и это будет, ну, достаточно большой рынок, но он не будет связан с рынком, там, так сказать, непосредственных таких вот, как бы, получения каких-то там денег за, ну, хотя будет, конечно, он будет связан с тем, что эти компании смогут, ну, будучи эмитентами, и вот, имея углеродный след в той продукции, которую они производят и, допустим, там, вывозят в Европейский Союз, они смогут, то есть вычитать из этого углеродного следа, соответственно, из налогов, которые им придется платить, начиная, там, с 24-25, по-моему, года, хотя даже обещают из 23-го, вот, они смогут вычитать, ну, некоторую долю, довольно значительную, которая, ну, вот, которые они смогут, допустим, поглотить, причем, это совершенно необязательно, что они должны, вот, если они тут здесь разрабатывают угольный карьер, там, и жгут уголь, что они тут же должны немедленно, значит, этим заниматься, они этим могут заниматься, ну, если транснациональная корпорация, а наши российские крупные корпорации, они все транснациональные, они могут, ну, в Бразилии где-нибудь этим заняться, или в Конго, там, как-то больше перспектив для этого, вот, поэтому, то есть, вот, можно так действовать, и, конечно, сейчас в каждой крупной компании, насколько я знаю, и в Сибуре, и в Трансмашхолдинге, у них даже специальная есть, это наиболее, вообще говоря, развитая компания, в этом направлении российское, там есть даже такая дочерняя крупная компания, которая только на это заточена, это Control to Go, возглавляемая вот Алексеем Беленским, очень таким менеджером, очень активным, очень хорошо думающим в этом направлении, это и Фосагра, и Еврохим, все они очень серьезно задумываются об этом, все они тратят, сейчас они тратят фактически, деньги на то, чтобы как-то начать развивать этот бизнес, не думая о прибылях, но, конечно, думая о прибылях в достаточно таком, ну, относительно близком временном расстоянии, ну, может быть, не столько о прибылях, сколько об уменьшении убытков, которые будут связаны с вот, с транскроничным налогом за след, за углеродный след в их продукции. Спасибо. Спасибо. Возвращаясь к докладу, в какой степени в подготовке данного международного доклада участвуют национальные и международные общественные организации и фонды? Ну, давайте я отвечу. Участвуют. Ну, во-первых, пусть очень немного, но в нашей, вот, в нашей первой рабочей группе такого, ну, так вот, как собирается, вы релакли, надо сказать, по-моему, не было представителей НГО в составе ведущих авторов и коронавирующих ведущих авторов. Но во второй рабочей группе, и, насколько я знаю, в третьей рабочей группе, они есть, там, не в очень большом количестве, но есть. Во-вторых, в рецензировании доклада, безусловно, участвуют, ну, все могут участвовать, в том числе участвуют и НГО, и очень активно, кстати сказать, участвуют, и от них поступает очень много замечаний. Я там не могу провести статистики, ну, вот, Володя, там, смотрел на эти замечания по всем рабочим группам, по всем главам, наверное. Но я знаю, даже у нас, в нашей голове, были такие замечания. И вот, когда с 26 по 6 июля-август, да, шла правительственная сессия, пленаре, по приему и по, так сказать, одобрению этого доклада, там тоже были представители и делегации межпроительственных, то есть, сказать, непроительственных делегаций, и фонды дикой природы, и Генписы, и, там, Кламы, ну, их несколько, там, 5-6 точно было. Им, так сказать, им предоставлялось слово без всякого ограничения. Они могли заявить свою позицию, они могли выражать сомнения. Но я, вот, я не имел возможности наблюдать, допустим, каких-то таких спорных очень моментов, когда, допустим, все правительственные делегации одобрили некоторое заявление IPCC, там же line by line идет, а, допустим, НГО было бы не одобрено. Но я думаю, что с точки зрения статуса IPCC в этом случае бы, наверное, не мог, скажем так, пленарий мог бы не принять к сведению вот мнения этой неправительной организации, но такого не было. Они были, в общем-то, согласны. Спасибо. Решите, я дополню. В избежание недоразумения, хотел бы дополнить то, что сказал Сергей Константинович. Участие фондов каких-то других организаций в подготовке отчета не подразумевает оплату работы авторов, там, рецензентов, редакторов и кого бы то ни было еще. Это абсолютно исключено для того, чтобы исключить конфликт интересов. Все авторы, которые участвовали в составлении доклада, прежде всего заинтересованы в выражении своей научной позиции, в согласовании этой позиции с коллегами, и представлении вот такого действительно консенсусного научного взгляда на данную проблему. Спасибо. Следующий вопрос. Какую обратную связь получают авторы после презентации очередного доклада? Ну, вы знаете, конечно, получают обратную связь вот огромное количество предложений о просьбах, очень настоятельных просьбах, иногда назовите их просьбах, об интервью, так сказать, и это, естественно, это, так сказать, должно радовать, что, так сказать, общество и медиа, которые являются выразителем, должны, по крайней мере, являться выразителем интересов и заинтересованности общества, они, так сказать, активно атакуют авторов и здесь, и не здесь, с вопросами, так сказать, с информационными вопросами, таким вот, проинформировать, рассказать, что же там было, то есть интерес огромен, и он, кстати, не только связан с докладом, вот я постоянно испытываю давление от разных совершенно медиа, и очень серьезных, и там, не очень серьезных, больших, маленьких, маленьких, это не обязательно не очень серьезные, которые, вот, так сказать, я сравниваю, ну, вот в силу свою уже очень такого, не маленького возраста, я сравниваю, допустим, сегодняшний день и там 20 лет назад, 20 лет назад, даже 10 лет назад, вот такого активного интереса медиа к проблемам, проблемам климата, не только связанным с докладами IPCC, его не было. И он вот почти как вот та сама температура, он постоянно растет. И это вообще говоря, ну, очень приятно, с одной стороны, а с другой стороны, это говорит о том, что мы, ученые, должны, ну, как-то вот даже создавать, то есть научные институты, центры, вот исследовательские центры, вот в очень крупном центре исследовательской работы, должны создавать специальные типы пресс-служб. И я думаю, вот в Росгидромете эта работа тоже хорошо достаточно должна быть налажена, и налажена наверняка, которые бы, так сказать, вообще говоря, были ответственными за, вот, так сказать, удовлетворение этого интереса, потому что если вот каждый ученый так живо начнет отвечать на все поступающие вопросы, то, ну, во-первых, у него времени аж не останется, во-вторых, так сказать, это, ну, как-то должен быть, не в том смысле, что это как-то должно там вот ограничивать там какие-то вопросы, а в том смысле, что просто это должно быть немножко лучше организовано. И вот, на самом деле, вы же о всех авторах доклада спрашиваете, на самом деле, в, ну, многих западных университетах, насколько я знаю, я и сам там работал много там, ну, в университетах, в институтах, да и в университетах тоже. Это организовано, ну, значительно лучше, то есть во главе пресс-служб и министерств, даже вот БМБФ, например, немецкого, там шикарная пресс-служба, конечно, от БМФ, там, так сказать, на большую часть вопросов, запросов государственных органов могут ответить сотрудники, вот, так сказать, этой пресс-службы, и уж только на какие-то там такие более сложные вопросы, они обращаются к ученым. В крупных институтах есть специальные спикеры по каждому вопросу, и это становится естественной культурой климатической науки, которая там в нашей стране может быть несколько меньше развита, но она развивается, она, так сказать, достаточно так хорошо развивается, я бы сказал. Спасибо. И мы, собственно, все вопросы озвучили, остался один последний дополнительный. Если можно, уточните, пожалуйста, когда будет доступен на сайте Всемирной Министерской Организации полный доклад, подготовленный экспертами первой рабочей группы? Ну, значит, чуть-чуть неопределенная вещь. Значит, сам по себе, вот, не степонирую сегодня сайт. СПМ доступен. Принятие СПМ было очень таким болезненным процессом, он продолжал, как я сказал, две недели, и в результате принятия СПМ появились вот то, что называется треклбэкс. Это пусть небольшие изменения, но которые должны быть вынесены. Вот в СПМ они вносились прямо вот так вот онлайн, и они там к сегодняшнему дню все внесены. Вот то, что сегодня доступно на сайте СПМ, это summary for policy makers, нет никаких вопросов. Теперь определенная часть этих, так сказать, изменений, она должна быть внесена в technical summary, который уже более такой развернутый документ, порядка 60 страниц. И это будет сделано, я думаю, где-то за неделю. И за весь август, так сказать, техническая, группа технической поддержки IPCC в Париже должна внести все вот, ну вот мы в свою главу уже внесли, но они должны там как-то, так сказать, технически сработать, будут внесены все изменения и в, собственно говоря, главы. И сразу после этого все главы будут 100% доступны, и, в общем-то, они, я думаю, даже в сегодняшнем варианте они не ах как, они не претерпят каких-то там фундаментальных изменений принципиальных, ну, по крайней мере, моя глава, она точно не претерпит каких-то там принципиальных изменений, потому что это, ну, как бы changing state of climate system, ну, сегодняшняя, это основа, наверное, на наблюдениях, поэтому там очень мало будет каких-то изменений в саморедакционной. Но я думаю, что в течение месяца все будет, так сказать, доступно, это можно будет. И жесткая копия, вот, Кембрича университет пресс, насколько я знаю, уже, так сказать, готовится к тому, чтобы опубликовать жесткую копию, но там, я не знаю, как технически это будет сделано в этом году, или в самом-самом начале, может быть, следующего года, конечно, хотелось бы в этом году, потому что, вот, как с пятым отчетом получилось, даже там было написано на обложке climate change double point 2013, а Памблиш был в 2014 первой рабочей группе, по крайней мере. Вот, поэтому я думаю, что это вот вопрос недель для технического резюме и для глав, и вопрос, ну, первых месяцев для выпуска, ну, вот этого 1200-страничного документа, ну, который, я не думаю, что вот изучение этих, там, 1200 страниц будет, скажем, так сказать, предметом реального интереса журналистов, медиа. Это, скорее, документы именно для таких, это и для науки очень серьезные документы, в первую очередь этим интересуются ученые, не только из области, вот, климатологии, но и из области, там, из смежных областей, из области, там, физики, там, материалов, социальных наук, химии, кстати, тоже, да, вот, я знаю, что очень многие читают, читают конкретные главы, в том числе, вот, главу, о которой Алексей там говорил, химики очень много читают, там, что-то думают, предлагают, как вот с этими биогеохимическими, там, реакциями быть, жить, поступать. Ну, то есть, вот, то есть, это не годы и не месяцы, вот так вот, это меньше. Спасибо. Спасибо, уважаемые гости, за то, что нашли возможность сегодня непосредственно, фактически параллельно с выходом доклада, прийти прокомментировать его в наше агентство, и спасибо за ту работу, которую вы провели при подготовке этого доклада. Я надеюсь, что мы будем чаще встречаться, и с выходом из пандемии мы сможем, так сказать, делать это уже с журналистами в зале, с более живыми вопросами, и все спикеры будут сидеть здесь у нас за столом. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо вам, спасибо за организацию этой пресс-конференции, особенно вот в этих таких необычных и, так сказать, тяжелых условиях. Кстати, вот, кстати, извините, что задерживаю, так, ЭПИСИСИ, вот, шестой оценочный доклад, там есть очень небольшая часть, это называется БОКС, про КОВИД-19. Есть. И вот не в том смысле, что там нет, конечно, никакой информации о том, насколько он опасен, надо прививаться или не надо прививаться, и что это за вирус, и как он там мутирует. Нет, об этом там нет ни слова, но выбросы, особенно 20-го года, вот, собственно, когда КОВИД-19 развивался, реально выбросы сократились. И климатически активных газов, и антропогенные выбросы, не связанные с климатически активными газами, ну, вот, связанные, допустим, там, с черным углеродом, с сажей, с выбросами промышленными, которые содержат, конечно, климатически активные газы, сами по себе климатически активные газы, вот, там, они не опасны вообще в этих концентрациях, и еще долго не будут опасны опасности к другому. А вот сократились вот эти вот выбросы, связанные там с сажей, с черным углеродом, с разовыми, грубо говоря. И очень интересный вывод, хотя он с не очень высокими степенями, там, обложен, не очень высокими степенями вот этого калибровочного языка достоверности сделан, но вполне такой, что, да, сократились выбросы климатически активных газов, и они не повлияли серьезно, ну, все равно произошло увеличение концентрации, это же долгоживущие газы, они называются хорошо перемешанные и долгоживущие, well-mixed and long-livinged gases. Вот, они, ну, их концентрация увеличилась, но не так, как они обычно увеличивались, там, в течение, там, 18-18-16-го годов, но все равно это внесло, там, вклад, там, какой-то в глобальное потепление, оно, ну, казалось бы, могло быть немножко замедлилось, но это не, это не совсем правильно, потому что это очень долгоживущий эффект, и вот эти газы, которые сейчас выбросились, они там сработают через некоторое время, но вот этот эффект сокращения резкого выбросов вот этого самого вот аэрозолей, которые могли бы, обычно выступает вот этот антропогенный эффект, вот синий столбик там был, который выступает экраном для проникновения, так сказать, вот, солнечной радиации, это даже предмет такой есть геоинжиниринга, когда вот давайте там струтосферу сажево бросать, да, вот, они уменьшились, и это привело к дополнительному нагреванию, вот эта экранирующая роль уменьшилась, и это привело к небольшому дополнительному нагреванию земно-климатической системы, ну, там, в градусах это не оценивалось, потому что очень маленький интервал, один год фактически, но вот в том, что называется эффектив радиотип форсинг, вот, радиационных эквивалентах это оценено, и там есть небольшой эффект, поэтому вот такой интересный эффект COVID-19, он тоже нашел свое отражение в IPCC, и так как этот отчет должен был выйти, вообще говоря, в 2020 году, то, ну, вот, может быть, одним из таких, как это сказать, удач, вот, что ли, вот этой пандемии, вот, даже такой эффект, он был оценен, он и на моделях был оценен, и по данным был оценен, так что даже на это, на это, вот, на это несчастье мировое даже в IPCC отреагировало. Ну, вот. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги-журналисты, следите за нашими анонсами, вас ждет много интересных тем. Всего вам доброго. Спасибо. 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 Продолжение следует...